С вами Ара Бублик, у нас тут лето, и поэтому очень мало времени на разные эфиры, но тем не менее я пришла к вам, чтобы рассказать про аэрофлитинг, потому что давно вам об этом обещала. По идее, это нужно делать в самом конце любых трансляций, рассказов про кожу, рассказов про нормализацию кожи, потому что в процессе обсуждения вы бы понимали процессы, которые происходят внутри нас лучше, и сами бы зачастую ответили на большинство своих вопросов. Но тем не менее всем хочется чудо, всем хочется здесь, сейчас, немедленно, и поэтому все идут к доктору, именно в кабинете у доктора можно получить быстрый моментальный эффект. Все наши любые там ручные техники, таблеточки, пилюлечки, ежедневный уход, все это работает, но для этого нужно работать. А у доктора можно заплатить, прийти и получить моментальный результат, при условии, что ты выбрал хорошего доктора, выбрал плохого доктора, и тут и деньги не помогут. Значит, аэрофлифтинг – процедура, которую настоятельно рекомендуют и косметологи, и пластические хирурги, и, в общем-то, достаточно про нее часто можно услышать позитивные отзывы, исключительно потому, что это действительно очень эффективная процедура, которая дает моментальный эффект. То, зачем вы идете к доктору, вы получаете тут же. Но, к сожалению, мы все живем не одним днем, и вот та неделя хорошего результата, она достаточно быстро начинает сходить на нет. Если вы дотошный человек, который делает ежедневные фотографии, смотрит, наблюдает, то вы заметите, что эффект длится 1-2 недели, и я объясню, почему. Если вы человек, который спокойно живет в этой жизни, особенно если вы молодой человек, то вы будете видеть эффект в какое-то время, вам будет кажется, что все хорошо, потому что моментов, когда все становится не очень хорошо, мы просто не замечаем. А видим уже, когда все либо плохо, либо нам добрая подружка об этом сказала. Вот. Почему, как, что? Сейчас все узнаете. Итак, наше лицо состоит из кожи, под кожей у нас живут ткани, и, несомненно, в молодости лица важно состояние всех. Кожа у нас состоит из непосредственно дермы и эпидермиса. Вообще бы нам бы всем бы следить за эпидермисом ежедневно, скрупулезно, потому что он один из самых важных элементов в этой связке, и он тот, на кого мы можем хорошо и благотворно, собственноручно влиять и получать быстрый, хороший эффект. Об этом отдельно будем говорить, потому что это долгий разговор не на 2 минуты. Дальше идет дерма. Все знают про дерму, все пытаются работать с ней. Все знают, что дерма есть волшебный эластин и коллаген, и что вот именно от коллагена это и зависит на то, насколько молода мы выглядим, насколько упругая у нас кожа, насколько она подтянута, насколько она, так сказать, хорошо выглядит, увлажнена, не имеет никаких морщинок. И даже иногда нам кажется, что и птос, когда у нас начинает что-то где-то провисать, это тоже, в принципе, проблема коллагена. Вот, коллаген тут, конечно, тоже есть немножечко причем, но здесь уже включаются в игру наши мышцы, наши ткани, которые все связаны и имеют тенденцию к перенапряжениям и перерасслаблениям. И если это перенапряжение или перерасслабление носит такой достаточно затяжной хронический характер, то, к сожалению, на это реагируют и остальные ткани вокруг, то есть образовываются все эти самые провисания, подвисания и прочее, прочее, прочее. Вот получается, что эпидермис, дерма и, как бы, собственно говоря, ткани. С чем же работает RF-лифтинг и почему он такой симпатичный и замечательный? RF-лифтинг работает непосредственно с дермой. То есть он меняет структуру вашего коллагена, буду говорить русским языком, всякими дурацкими научными терминами вам потом всякие разные косметологи запишут свои видосики, и вы их послушаете, ничего из них не поймете, а здесь давайте говорить человеческим языком. То есть он действительно воздействует на дерму. Меняется коллаген. Он как бы подваривается, денатурируется. То есть он как бы в один момент дается команде, что мы будем разрушать этот коллаген. Но перед тем, как он разрушается организмом, мы его как бы подвариваем от температуры. И получается, что что-то вот такое становится таким... И в этот момент вы чувствуете, прямо-таки ткани стали упруги, все поднатянулось. Даже если у вас есть провисание некий тканей, то вот этот момент, когда мы подварили коллагенчик, он так, знаете, хорошо нивелирует это подвисание тканей. То есть раз так все и красивенько подтянулось. И что же у нас происходит дальше? А дальше у нас организм понимает, что с белком-то, с коллаген-то что-то не то, и его нужно разрушать. Вообще, белок, организм, коллаген, он его постоянно разрушает и строит новый, разрушает и строит новый. Но у каждого из нас с годами вырабатываются сбои. У кого-то с разрушением. И на это влияет очень много разных факторов, в том числе инсталляция солнечная. У кого-то, наоборот, с созданием коллагена. А у кого-то и с тем, и с другим. И, собственно говоря, именно это и является одной из основных причин проблем дермального типа. Мы с вами подварили белок. Все стало красивым, натянутым и прекрасным. Организм увидел, что белок подварен. Это не дело. И он начал разрушать коллаген. И на его место наращивать новый. Те, у кого есть проблемы с разрушением, будут испытывать проблемы и здесь. Те, у кого есть проблемы с дальнейшим наращиванием коллагена, будут испытывать проблемы и здесь. Те, у кого есть обе эти проблемы, тоже будут испытывать эти проблемы. Также, этот процесс не быстрый. Этот процесс занимает какое-то время. И как раз таки вот эти самые 2-3 недели, пока у вас там все еще стоит, вы выглядите замечательно, чудесно и прекрасно. А потом, что начинается? Ваш не очень хороший эпидермис. Как протестировать эпидермис? Попользуйтесь кокосовым маслом. Если оно для вас помидугельно или оно для вас слишком жирное или слишком сушит кожу, значит у вас проблемы с эпидермисом. Точка. Это сейчас обсуждать не будем, это просто тест. Если у вас проблемы с эпидермисом, ваша кожа теряет влагу. Если у вас недостаточное количество влаги в коже, у вас не будут фибробласты продуцировать грамотно и хорошо коллаген. Если у вас нехватка в организме жирных кислот, если у вас нехватка в организме витамина А, который нельзя есть как витамина А, а можно есть только в виде бета-каротина, потому что бета-каротин накапливается и потом в процессе организмом используется. И это не опасно. А витамин А, когда накапливается, он токсичен. Вот если у вас нехватка витамина А, нехватка цинка, который помогает витамину А путешествовать с кровотоком по нашему организму туда, куда ему нужно и работать, активирует его. Если у вас, вы пьете мало воды, если вы несбалансированно питаетесь, у вас новый коллаген-то и не будет нормально толком нарастать. То есть у вас опять-таки что-то где-то разрушится, что-то где-то нарастет, и вы где-то к концу первого-второго месяца, в зависимости от вашего возраста, вашего типа, ваших генетических особенностей, вашего образа жизни, вы придете к тому же, отчего ушли. Доктор скажет, а я вам говорила, надо 3-4 процедурки, и снова вас шлифанет. У вас все, что было только что, наросло опять, раз, как рога у оленя там, ух, все, прямо каркасик образовался. Личико натянутая, кожица хорошая, ткани-то по-прежнему у вас не приведены в порядок, и мышцы по-прежнему там какие-то перерасслаблены, какие-то перенапряжены, какие-то начинаются вот эти вот птоз тканей. Это все помогает уже вашей новой коже расти не очень хорошо. То есть, понимаете, очень важно, когда вы делаете процедуры, которые способствуют регенерации кожи и так далее, разобраться именно с тканями, чтобы ничто у вас никуда не кинуло, не давило. Это очень важно, важно, чтобы у вас изнутри-то все уже наладилось, чтобы вы не пытались своей несчастной кожей что-то затянуть, потому что кожа ничего не затянет, кожа у нас такой орган, который, если надо расширяться, она будет расширяться, если надо сужаться, если она чувствует, что она провисает, она будет подтягиваться. Но если у вас тут висит и тут висит, и вы тут все, пожалуйста, вам денатурировали как бы и так далее, но в любом случае будет образовываться новый коллаген, кожа будет все равно иметь здесь излишки. Вам, чтобы их убрать, вам нужно изначально проработать со всем, что у вас находится под ней. Это делает Мелолика, Мелолика бесплатна, заходим, читаем, изучаем, сайт arabublic.com, но я уже думаю, что все вы это тоже знаете, разбирались, по крайней мере, сейчас вот на этом достаточно не самом простом примере с рефлифтингом станет понятно, почему это все важно. Итак, вернемся к началу. Рефлифтинг разрушает коллаген, но разрушает его таким образом, что изначально он его делает таким структурированно крепким, то есть он становится таким жестким, волокна становятся жесткие и держат как на каркасе хорошо вашу кожу. Вы вспоминаете молодость и думаете, о, вот оно, чего мне не хватало. Далее, организм начинает разрушать то, что у вас вот так стоит, и пытаться создавать новое. Если у него, у организма не хватает для этого снарядов, патронов, да, для того, чтобы создавать качественный коллаген, или вследствие того, что вы сейчас нервничаете, стрессуете, мало пьете, ходите на солнышке без солнцезащитного крема, у вас и денатурация, то есть растаскивание вот этого плохого и вывод этого плохого коллагена тоже будет затруднен. И у вас будет хорошее вплетаться в плохое, и это будет образовываться, черти что, и сбоку бантик, что, собственно говоря, там к 45, к 55, к 60, в зависимости от ваших финансовых возможностей, в зависимости от того, насколько у вас высокие к себе требования приведет к фразе у доктора, ну, извините, а теперь мы можем сделать вам только смаз, только подтяжку. Что такое смаз? Смаз – это когда через несколько разрезов, да, вам подтягивать непосредственно ткань, да, а подтянув ткани, подтянув ткани, кожа подтягивается просто обычным сечением. Все, музыка отыграла, балалайочка убрана в сторону, вы сделали смаз, это не катастрофа, это не что-то другое, просто мы всегда пытаемся отложить эту процедуру как можно дальше, и пытаемся до этой процедуры жить как можно лучше и выглядеть как можно лучше. Именно поэтому я считаю, что процедура эрфлифтинг, она более безопасна для юных девушек, но менее необходима, потому как именно юные девушки гораздо проще могут наладить образ жизни, это очень важно, кислород, правильное питание, дыхание, антистресс, минимум спорта, но наличие спорта. То есть, если спорта нет, это плохо, если спорта много, это тоже плохо. Почему? Потому что когда вы начинаете качать мышцы, организм воспринимает эту зону как некую рану, он начинает восстанавливать там ткани, он начинает их наращивать, он забирает это все из других источников. Вот вы поели коллагена, коллаген, который вы съели, он обязательно разрушился на аминокислоты, по-другому не бывает, он не пришел к вам в кожу или сказал, о, привет, я коллаген, кожа, здравствуй, нет, он разрушился на аминокислоты. А вот уже при условии соблюдения ряда факторов в вашей дерме запускаются процессы регенерации кожи, и ей для этого нужен как раз-таки, нужны вот эти самые необходимые аминокислоты. Если вы боитесь, что вы не получаете аминокислоты из белков с пищей, конечно, стоит в моменты, когда вы делаете такие процедуры, принимать тот самый коллаген. Именно в эти моменты организм воспринимает дерму как проблемную зону, потому что вы только что агрессивно поработали, сварили белок, а организм понимает, что его нужно срочно денатурировать, растащить и срочно создать новый. То есть у него запускается этот процесс как бы с удвоенной силой, энергией, песней, танцами, музыкой. И вот тут вот вам нужно много спать, много пить, хорошо правильно кушать, добавлять коллаген, не заниматься лишним спортом, никакой накачки вообще, если спорт, то только кардио, приятный, не больше 40 минут в комфортной обстановке, не стрессовать, делать контрастный душ, это обязательно. Грамотно питаться, все наши витамины от Арины идут в ход, потому что они подобраны так, чтобы работать с вашей дермой. Если вы их принимаете, у вас все будет в этот момент отлично, и ваш организм прекрасным образом воссоздаст вам новый коллагенчик и будет все красиво, шикарно и замечательно. И больше на аэрофлифте второй, третий раз ходить не надо, потому что если вам надо второй, третий раз, значит что-то у вас не получилось с первым. И если вы забуксовали на первом, то на втором вы забуксуете дальше все больше и больше. Вы будете уменьшать способности кожи к регенерации, к восстановлению с каждой такой неправильно проведенной процедурой. И неправильность здесь будет заключаться не в том, что вам делал доктор, а в том, что вы делали до процедуры, как вы к ней готовились, и после процедуры, как вы к ней готовились. И если до процедуры вы не удосужились нормализовать эпидермис так, что у вас кокосовое масло идет на ура, никакая волшебная пилюля, никакие волшебные воздействия не помогут вам изнутри воссоздать природным образом то, что мы стимулируем. То есть в принципе аэрофлифтинг запускает в первый момент искусственно собранный, созданный некий каркас, который начинает вам казаться, который не начинает, который дает вам лифтинговый хороший укрепляющий эффект, эффект такого хорошего тургора, такого плотного, хорошего. Дальше же эта процедура в принципе просто дает пинок вашей коже и говорит, а ну-ка, блин, давай, быстро, восстанови, сделайся, все хорошо. Но если вы кожу угробили, угробили свое здоровье, вы сейчас плохо себя чувствуете, у вас вообще стресс, и вы не питаетесь правильно, и у вас эпидермис пропускает воду наружу, то есть у вас постоянно пересушена кожа, или наоборот слишком жирная, если у вас перекосы с гормонами, то эта процедура, она пуста, потому что вы на выходе получите либо то же самое, что было, если вы молодая, а если вы уже такая девушка, как я в возрасте, то, девочки, вы получите еще хуже, и чем дальше вы будете идти по этому пути, тем все будет становиться хуже, хуже, хуже и хуже. Вот. Вот такой вот мой небольшой вам комментарий про аэрофлифтинг. Получается, что молодняку его делать можно, но не нужно, а нам, взрослым барышням, если уж и решаться его делать, то с очень серьезной качественной подготовкой. Как правило, начиная делать эту подготовку, мы так втягиваемся, что достаточно быстро, учимся и восстанавливать эпидермис, и работать с тканями, это, конечно, никакой не фитнес для лица, девочки, после 35, вообще забудьте про любой фитнес для лица, это убийство, поверьте мне, вы никогда не будете в 44, там, почти на 45, выглядеть вот так вот, если будете качать мышцы на лице, потому что это тупик, перенагружая дни, вы перерасслабляете другие, в любом случае вы имеете зажимы. Именно поэтому так хорош ботекс в умелых руках, когда его чуть-чуть подкалывают, и он расслабляет мышцы, именно поэтому вы после этого выглядите такой красивой и юной, просто потому, что вот эти ваши жуткие зажимы расслабили. А если вы начинаете, их еще сильнее усугублять, что вы получите на выходе? Первоначально кровь забегает быстренько, особенно если вы юная девушка, ой, ой, как все хорошо, да, но пройдет совсем немного времени, и вот после 30 вы очень быстро, после 35, когда кожа уже не дает права на ошибку, а после 40 вообще моментально, если с головой все в порядке, и вы умеете видеть в зеркале то, что в зеркале есть, а не то, что вам хочется видеть, вы очень быстро увидите, как все стремительно ухудшается, ухудшается, ухудшается. Кому-то нравится приписывать эти ухудшения чему угодно, только не фейс-фитнес, но, увы и ах, виноват здесь именно он. Значит, если мы грамотно питаемся, если мы грамотно за собой следим, если мы наладили все наши подкожные структуры, та же самая Мелалика содержит очень много практик, которые помогают их выправить, то следующим этапом, если уж очень сильно вам хочется, и вы не видите эффекта, вы можете сделать эрфлифтинг-процедуру. Но я могу сказать, что у меня есть курс закрытый, где девчонки работают со всеми тремя составляющими красивого лица. И вот куда бы их ни несло после курса, кто-то там подколоть, чтобы зафиксировать, кто-то там может какой-то филер поставить. Но вот про то, что кто-то после курса хочет сделать эрфлифтинг, чтобы улучшить состояние кожи, я не слышала ни разу, потому что кожа приходит в идеальное состояние. Потому что мы можем это сделать сами, но это займет не меньше двух месяцев. Потому что тот же самый эпидермис в 25, он регенерируется за 3 недели, в 45 за 1,5-2 месяца. А для того, чтобы получить эффект, нам нужно проработать каждый из структурных слоев. И организму нужно время, чтобы восстановить его. И таким образом результат здесь не будет вот так моментален, как у косметолога. Но есть и позитивная сторона вопроса. Когда мы начинаем работать со всеми тремя нашими слоями, с эпидермисом, дермой, с подкожными тканями, то очень многие методы, они схожи. И очень многое, что мы начинаем делать с одним, со вторым, с третьим, помогает и для остальных. И получается такая синергия. За счет этого возникает эффект, как будто вы работаете в 3 раза больше. То есть если вы просто работаете только с эпидермисом, это одно. Если вы просто работаете с дермальными слоями, это другое. Если же вы начинаете работать и грамотно составляете программу, работаете со всем, эффект будет очень быстрый. Но довольны вы будете собой только через 2 месяца. Я сейчас говорю про те нюансы, которые касаются эффекта, который дает RF-лифтинг. Вот это самое хорошее, упругое, наполненное жизнью кожа, с хорошим тургером, с хорошим подтяжечкой лица и прочее, прочее, прочее. Никакие брыли, никакие там глубокие морщины, никаких впадинок под глазами. RF-лифтинг не убирает. Вы можете видеть временное улучшение, которое, увы, является лишь только маскировкой. А пока мы маскируем проблему, проблему живет с нами. Пока проблему живет с нами, мы живем с проблемой. Все, я побежала купаться. И вам всем желаю хорошего отдыха. Да, кстати, насчет комментариев. Девчонки, прежде чем написать там какую-нибудь хахашечку, вы подумайте, я просто лишаю права комментировать тех, кто пишет всякие глупости. Как знать, может быть, когда-то вам очень сильно понадобится возможность задать мне вопрос и получить на него ответ. А такой возможности не будет. Поэтому, ну, не трать свое и мое время на всякие глупости. Я все равно их удаляю.